Я Рубин, я Рубин! Все позиции, все позиции! Боевая готовность! Как приняли, подтвердить! Командование за столом вместо скатерти, на котором масштабная карта Донецкого аэропорта. Вольгу запроси 17-й точке, две коробочки тяжелые. Двигаются или стоят? Головная боль на штаба, украинская артиллерия и массированные обстрелы Донецка до 50 случаев в день. Сейчас мы работаем в штабе 3-го батальона бригады «Восток». Именно отсюда координируются все боевые действия, которые проходят сейчас в аэропорту. Основная задача – это взять новые терминалы. Вот по последней информации, сегодня нам подтвердили, что взят подвал, первый, второй, сокольный этаж нового терминала. Бойцы вооруженных сил Украины заблокированы в верхней части нового терминала аэропорта города Донецка. Судеса достаете? Головным остальные прикрывают, как понял. Вершина, вершина, ответьте рубину. По всей линии фронта попытка противника прорвать оборону, выйти на аэропорт. Танки нацгвардии рвутся в Донецк. Кто слышит вершину? Продублируйте, уточните, где находятся танки. Вольга. Еще нет и 40-ка боевой офицер. Сейчас он бледен, плохо слышит левым ухом, сказывается сильнейшая контузия. Готовность номер один, шестая точка. Пока в норке. Речь идет о гранатомете в заряженном положении. Если противник стреляет, отвечают немедленно, чтобы подавить огневую точку. А в эти часы боевая операция в аэропорту Донецка идет полным ходом. Принципиальная задача ополченцев – отодвинуть украинские войска вглубь, в зону, откуда мирный Донецк станет недосягаем для артиллерии. В любом случае, надо отодвигать их позиции, потому что пока они находятся в прилегающих поселках опытные, Пески, Авдеевка, они могут безнаказанно работать по жилым кварталам Донецка и пригородов. Проехать сейчас на передовую к новому терминалу непросто. Дорога завалена снегом, а любое промедление или, не дай бог, застрять – это значит стать мишенью. С нашего крайнего визита, прямо непосредственно перед Новым годом, здесь вот это все было еще целым. Можно было ходить свободно. Свободно, но, как видите, сейчас ситуация серьезно изменилась. Сейчас комплекс зданий аэропорта напоминают гигантский скелет поверженного монстра из японского фантастического фильма. Остов из металла и бетона, внутри которого двигаемся мы, чтобы дойти до головы нового терминала, бои в котором теперь не прекращаются ни днем, ни ночью. У них ропов позиция очень плохая. У наших, как бы, поинтереснее. Нет у них выхода, им только сдаваться или погибать. Фантастическая самоотверженность. Передовая группа ворвалась в новый терминал и заняла там позицию. Теперь подвал, первый и второй этажи под контролем ДНР. И, возможно, этого не произошло бы. А новогоднее перемирие и ротации, как добрая воля ополченцев, так и продолжались бы, если бы не массированный, беспощадный и смертоносный обстрел Донецка. Сейчас были в больнице 10 раненых мирных жителей. Что это за война? Они, знайте наши позиции, что они с нами не воюют? Такой вопрос в СССР. Вот плачутся, плачутся. Только знают, что по городу стреляют. Народ на наших сторонах. Самая последняя и достоверная информация. Нацгвардейцы, засевшие в новом терминале, заблокированы на третьем и четвертом этажах. А потом будут просить парашюты вместо гуманитарки, чтобы прыгать. За аэропортом на Спартаке. Стратегическая военная часть вооруженных сил Украины. Зам комбата, позывной грузин, держит здесь оборону. Это смерть. Кассетная. Это, я так понимаю, недавно прилетело. Слушайте, мы здесь были, здание было целое. Да, это было тут целое здание. Это буквально после вашего, я же говорю, когда вы уехали, дня через два или три где-то вот так. Получился прилет сюда и сгорело. Два дня оно у нас сгорело, это здание. Ни пожарные, никто, сами понимаете, идут активные боевые действия, как бы все боятся ездить сюда. Позывной грузин, зовут его Роман. Ведет нас на наблюдательный пост. Показывает место, откуда ежедневно и летят снаряды на Донецк. Вот воинская часть, за воинской частью поселок Опытное. Дачный поселок там же, ну, дачи у людей вот. Вот оттуда они там загоняют туда технику, загоняют туда в установке град, зачастую работают. Задача ополченцев выйти отсюда за аэропорт и отбросить противника, выбить из бункеров еще советского времени и лишить возможности накрывать градами и вихрями столицу Донбасса. Мы сейчас едем на другую сторону Спартака. Мы там можем наблюдать аэропорт, терминал старый, терминал новый. Вот, как бы всю взлетную полосу. В зону своей ответственности на передовую грузин везет быстро. То есть вот эти машины просто хотели проехать, я так понимаю? Так точно. Подходим вплотную к взлетной полосе. Отсюда можно наблюдать бой в терминалах аэропорта со стороны. Новый терминал, старый терминал и башни нету. Так, здесь была башня, ее сейчас нету. Сейчас там идет внутренний бой между новым и старым терминалом. Есть информация о том, что уже первые два этажа заняты нашими войсками. Вот, сейчас идет доработка. То и дело над головой пролетают реактивные снаряды. Сейчас где-то в Донецке попадание. Поврежден жилой дом, детский сад или школа, а может больница. Работает утес! Здесь на Спартаке точка прорыва. Отсюда танки противника пытаются войти в аэропорт, а потом и в город. Ну вот, можно отсюда наблюдать, как горит здание нового терминала. Можно сказать, что сейчас мы находимся в тылу у так называемых киборгов. Да, и вот с этой стороны воинская часть Украины, бойцы которой постоянно пытаются прорваться вдоль вот этой узкой, но очень опасной, простреливаемой полоски земли в сторону взлетной полосы. И сейчас мы как раз наблюдаем, как работает установка ГРАД с украинской стороны. Такого обострения ситуации, как в эти дни, говорит грузин, никто не ожидал. Придем к нормальному соглашению для того, чтобы завязать эту войну. Ну, не развязать, а завязать уже узел, в конце концов, надоело всем. Но, опять-таки же, по правительству, вина правительства, это украинство правительства. Я больше ничего вину я тут не вижу. Им это выгодно, им это хочется. Они делают то, что им хочется. Им надо отработать те транши, которые были даны им теми же штатами, ну, Европой в том числе. Бойцы грузина пресекают прорыв противника. Небольшая передышка, но даже сейчас снаряды летят в жилой сектор. Куда они бьют? Опять-таки же, все повторяется по мирному населению. Точно так же, как и район Октябрьский, если брать, то то же самое происходило на Октябрьском. По жилому сектору, по девятиэтажному дому. Ну, там никак не воинская часть. Пока беседовали, выяснялось, что сын грузина Георгий тоже воюет здесь. Девятнадцать лет. То есть, девятнадцать лет, и вы его не побоялись сюда на передовую взять? Как не побоялся? Боюсь я каждую минуту и секунду боюсь за него. Так же, как и за себя, и за всех своих бойцов. Но его ж не удержишь. Ну, вот как вообще смотришь на всю эту ситуацию? Ты молодой парень. Может быть, тебе стоит вообще учиться пойти, а не воевать, скорее всего. Да, я и учусь, и воюю, и совмещаю. Где учишься? Поварское училище, 58-е, да. И что ты нам готовил на Новый год? А, ну, завернутое, как это сказать правильно? Куриное филе с черносливом, как колбаска заворачивается. Может, это продолжается? Это, да, жарится в духовке, там, на 10-15 минут. Достаете, и ням-ням. Бабушке привет передавай, одной и второй. Бабушка, привет. Я одна и вторая, Сухуми, Сочи. Привет всем. Мы все живы-здоровы. Все будет пучком. Ну, скажи, стрелять. В аэропорту, между тем, на поддержку здесь, в новом терминале, отправляется группа ВОХи и матроса. Бойцы уходят. Позывной Камарь отвечает за прикрытие. Мы переместили сюда же старт. Мы будем наблюдать отсюда, как отмечивается огневая поддержка штурмовикам. Моторолы. Цепочкой налево, по левой флангу устраиваем. Цепочки прикрываем наши. Пошел, пошел. Пытаемся снять, как обвалилась часть верхних этажей нового терминала. Увидели нас, да? Да, конечно. Стараемся выбрать самый безопасный ракурс, но даже на таком расстоянии из терминала нас замечают. Снайперы, наемники вооружены мощнейшей оптикой и дальнобойными натовскими винтовками. Хотели снять здание нового аэропорта, обстреляли только что. Терминал мы все-таки сняли. На закате зияют многометровые танковые прострелы, пробоины. Зачастую и танкисты нацгвартии Украины, и их собственная артиллерия по ошибке попадают в своих же. Точностью не отличаются, так что развалины аэропорта в большей части на их совести. Сейчас мы находимся на четвертом и пятом этаже нового терминала. И вот мы можем наблюдать, в каком состоянии находится сейчас здание. По последней информации, по данным командира Моторолы, сейчас в здании осталось только четыре смертника, как он их называет. И, конечно же, их попытаются взять живыми. Забирайте гранаты! И я к тому, может быть, это действие нужно будет? Все, у нас будет зашибись, мы победим! Вот вы можете наблюдать. Здание старого терминала. Флаги Донецкой Народной Республики, флаги Новороссии. И даже флаги Российской Федерации. Можно сказать, что... Там уже, в принципе, бойцов нет. Все бойцы Донецкой Народной Республики сосредоточились здесь, в новом терминале. Одня, а вы здесь вообще не стояли. Что, мужики, с ледоточивы бросили, да? А что они могут еще? Так надо было, наверное, как-то тряпать. Они еще не это могут. Уходили тоже.